Антоний Погорельский «Черная курица или подземные жители. Сказка» Читает Павел Беседин Лет сорок тому назад в Санкт-Петербурге на Васильевском острове в первой линии жил-был содержатель мужского пансиона, который еще до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своей красотой, хотя и далеко еще не был таким, как теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей, Деревянные подмостки, часто из гнилых досок, сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь, да и сама площадь Исаакиевская вовсе не такая была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою. Адмиралтейство не было обсажено деревьями. Манеж Коногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом. Одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний, совсем. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее. Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами про страннее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века. Теперь же обратимся опять к пансиону, который лет сорок тому назад находился на Васильевском острове. В первой линии дом, которого теперь, как уже вам сказывал, вы не найдете, был о двух этажах. Крытый голландскими черепицами, крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу. Из синей довольно крутая лестница вела верхнее жилье, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары или спальные комнаты детей находились в нижнем этаже, по правую сторону синей, а по левой жили две старушки, голландки, из которых каждой было более ста лет, и которые собственными глазами видели Петра Великого и даже с ним говаривали. В нынешнее время вряд ли в целой России вы встретите человека, который бы видал Петра Великого. Настанет время, когда и наши следы сотрутся с лица земного. Все проходит, все исчезает в бренном мире нашем. Но не о том теперь идет дело. В числе 30 или 40 детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик по имени Алеша, которому тогда было не более 9 или 10 лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом, мало-помалу, он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме. Вообще, дни учения для него проходили скоро и приятно. Но когда наставала суббота, и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один. И тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы. И на волшебные повести, и библиотека, которую пользовал наш Алеша, большую частью своей состояла из книг сего рода. Итак, Алеша, будучи еще в девятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере, так, как они описаны были в романах. Любимое его занятие в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням, было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие веки. Особливо вакантное время, как, например, об Рождестве или светлом Христово Воскресенье, когда он бывал разлученно долго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении. Юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным дремучим лесам. Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из бараночных досок. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты. И потому Алеше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдохновения играть на дворе, первое движение его было подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, коими прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто, даже похожий на волшебницу. Другое занятие Алеши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора, в нарочно для них выстроенном домике, и целый день играли и бегали они во дворе. Алеша очень коротко с ними познакомился. Всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда, несколько дней сряду, не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирался с катерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную Чернушкою. Чернушко была к нему ласковее других. Она даже иногда позволяла себя гладить. И потому Алеша лучшие кусочки приносила ей. Она была нрава тихого, редко прохаживалась другими и, казалось, любила Алешу более, нежели подруг своих. Однажды, это было во время вакации между Новым годом и Крещением, день был прекрасный и необыкновенно теплый. Не более трех или четырех градусов морозов. Алеше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ. И еще накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и ващили красного дерева и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола. Белую телятину, огромный окорочек из милютиных лавок, киевское варенье. Алеша тоже по мере сил способствовал приготовлению. Его заставили из белой бумаги вырезать красивую сетку на окорочок. И украшать бумажную резьбою. Нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день, рано по утру, явился парикмахер. И показал свое искусство над буклями. Тупеем и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его. Напомадил ее, напудрил у ней локоны и шиньон. И взгромоздил на ее лицо голову целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусные, помещенные два бриллиантовых персня, когда-то подаренные мужу ее родителями, учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый изношенный салоп и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая при том строго, чтобы как-нибудь не испортить прическу. И для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого прическа не так была высока. В продолжении всех этих забот Алешу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтобы на просторе играть на дворе. По обыкновению своему он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку. Но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алеше никогда не нравилась эта кухарка, сердитая, брончливая чухонка. Но с тех пор, как он заметил, что она была причиной, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он на ней ужас и отвращение к ней. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, и, чувствуя с горестью, что он не в силах помочь своим друзьям, скачил и побежал далеко прочь. «Алеша! Алеша, помоги мне поймать курицу!» – кричала кухарка. Но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятался у забора за гурятником и сам не замечал, как слезки одна за другой выкатывались из его глаз и упадали на землю. Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось. Между тем, как кухарка бегала по двору, то манила курочек цып-цып-цып-цып, то бронила их по-чухонски. Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилось. Ему послышался голос любимой его Чернушки. Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит. «Кудах! Кудах! Кудуху! Алеша, спаси Чернуху!» «Спаси Чернуху!» Алеша никак не мог доле оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею. В ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло. «Любезная, милая, тринушка!» вскричал он, обливаясь слезами. «Пожалуйста, не тронь мою Чернуху!» Алеша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. Но Алеша теперь слышалась, будто она дразнит кухарку и кричит. «Кудах! Кудах! Кудуху!» «Не поймала ты Чернуху!» «Не поймала Чернуху! Чернуху!» Между тем кухарка вне себя была от досады. «Румаль пояс! Глупый мальчик!» кричала она по-фински. «Вот шо я поду к Асаину и пошалюсь!» «Ух! Черный куриц нарежешь!» «Он лениво! Он яйша не делает! Он сыплется, не сижит!» Тут хотела она бежать к учителю, но Алеша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась. «Душенька! Тринушка!» говорил он. «Ты такая хорошенькая! Чистенькая! Добренькая! Пожалуйста! Оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!» Алеша вынул из кармана империал, составлявший все его имение, которое берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушке. Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтобы удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алеше очень-очень жаль было империала, но он вспомнил о Чернушке и с твердостью отдал Чухонке драгоценный подарок. Таким образом Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти. Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алеше. Она как будто знала, что он ее и есть, избавитель, кружилась около него, хлопала крыльями, кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему. Да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтание. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алешу позвали вверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками. Белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русы, волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперед по обе стороны груди. Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркать ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы. В другое время Алеша был бы очень рад приезду директора. Коева давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учители и учительницы, он воображал, что это должно быть какой-то знаменитый рыцарь в блестящих латах, в шлеме, с большими перьями. Но на этот раз любопытство его уступило место мысли исключительно тогда его занимавшей о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему хотела сказать. И его так и тянуло к курятнику. Но делать было нечего. Надлежало дожидаться, пока кончится обед. Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительница, давно уже сидевшая окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали. Все пришло в движение. Учитель стримглав бросился из дверей, чтобы встретить его внизу у крыльца. Гости встали с мест своих, и даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтобы посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозничьи сани. Алеша очень этому удивился. «Если бы я был рыцарь», подумал он, «то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом». Между тем, отворили настиж все двери, и учительша начала приседать в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстую учительшую, стоявшую в самых дверях. Но когда она, окончив длинные приветственные слова, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению своему, из-за нее увидел не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набелая распудренную и единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок. Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фраг, бывший на директоре, вместо блестящих лад, все обращались с ним необыкновенно почтительно. Сколь, однако же, не казалось все это странным Алеши, сколь, в другое время он бы не был обрадован необыкновенным убранством ствола, на котором также пародировал и украшенный им окорок. Но в этот день он не обращал внимания на это. У него в голове все бродило утреннее происшествие с чернушкою. Подали десерт. Разного рода варенье, яблоки, бергамоты, финики, винные ягоды и грецкие орехи. Но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он, стрепещущим от страха и надежды сердцем, подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе. «Пойдите», отвечал учитель, «только недолго там будьте, уж скоро сделается темно». Алеша поспешно надел свою красную бекиш на беличьем меху и зеленую бархатную шапочку с соболеем околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег и сонные не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну. Она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с нею играл. Наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит, «Алеша, Алеша, останься со мною». Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах. Между тем, как на другой половине часу до одиннадцати пробыли гости и на нескольких столах играли в вист. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец, сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с чернушкой. Как? К сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей. Немного погодя, учитель, провожавший директора со свечкою, вошел к нему в комнату, посмотрел, все ли в порядке и вышел вон, замкнув дверь ключом. Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворившиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье над его головою ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы. Наконец, все утихло. Он взглянул на стоявшую подли него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до пола, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться, ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается. И немного погодя, показалось, что кто-то тихим голосом зовет его «Алеша! Алеша!» Алеша испугался. Он один был в комнате, и ему-то сейчас пришла мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало. Он немного приподнялся в постели, и еще яснее увидел, что простыня шевелится. Еще внятнее услышал, что кто-то говорит «Алеша!» Алеша! Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла черная курица. «Ах, это ты, Чернушка?» невольно скричал Алеша. «Как ты зашла сюда?» Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом «Это я, Алеша. Ты не боишься меня? Не правда ли? Зачем я тебя буду бояться?» Отвечал он. «Я тебя люблю. Только для меня странно, что ты так хорошо говоришь. Я совсем не знал, что ты говорить умеешь. «Если ты меня не боишься,» продолжала курица, «так поди за мною. Я тебе покажу что-нибудь хорошенькое. Одевайся скорее». «Какая ты! Чернушка смешная!» Сказал Алеша. «Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сущу. Я и тебя на силу вижу. Постарайся». «Я помогу тебе», сказала курочка. Тут она закудахтала странным голосом. И вдруг откуда не взялись маленькие свечки в серебряных шандалах. Не больше, как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике. И в комнате сделалось так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет. Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли. «Иди за мною», сказала она ему, и он смело последовал за нею. И с глаз ее выходили, как будто лучи, которые освещали всю вокруг них дорогу, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю. «Дверь заперта ключом», сказала Алеша, но курочка ему не отвечала. Она хлопнула крыльями, и дверь сама собою растворилась. Потом, прошедши через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки-голанки. Алеша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось все это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями, и дверь в старушкины покои отворились. Алеша в первой комнате увидел всякого рода странные мебели, резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изросцов, на которых нарисованы были синие муровой люди и звери. Алеша хотел было остановиться, чтобы рассмотреть мебели, а особливо фигуры на лежанке, но чернушка ему не позволила. Они пошли во вторую комнату, и тут-то Алеша обрадовался. В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять не позволила ему. Не трогай здесь ничего, сказала она. Берегись, разбудить старушек. Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами. Она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая точно кровать, где спала другая старушка, а под для нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтобы не попросить у ней лапки. Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать «Дурак! Дурак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалилась, Алеша побежал за нею. Дверь вслед за ними сильно захлопнулась. И еще долго слышно было, как попугай кричал «Дурак! Дурак!» «Как тебе не стыдно?» сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек. «Ты верно разбудила рыцарей». «Каких рыцарей?» спросил Алеша. «Ты увидишь», отвечала Куличка, «Не бойся, однако ж ничего». «Иди, иди за мной». Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алеша вынужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках. Чернушка шла вперед на цыпочках, и Алеша велела следовать за собою тихонько-тихонько. В конце зала была большая дверь и светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохол, распустила крылья. Вдруг сделалась большая-большая выше рыцарей и начала с ними сражаться. Рыцари сильно на нее наступали, и она защищалась крыльями и носом. Алеша сделалась страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок. Когда пришел он в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели. Не видно было ни чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью. Во сне ли все это видел, или в самом деле это происходило. Он оделся и пошел вверх, но у него не выходило из головы, виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал минуты, когда можно ему будет идти играть на двор. Но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтобы выйти из дома. За обедом учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась. Впрочем, прибавила она, беда невелика, если бы она и пропала. Она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка. Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтобы ее нигде не находили, нежели чтобы попала она на кухню. После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестранно думал о том, что происходило в прошлую ночь и не мог никак утешиться о потере любезной чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное и он опять погружался в печаль. Настало время ложится спать и Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещаемую тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня. Точно так, как накануне. Опять послышался ему голос, его зовущий Алеша, Алеша, и немного погодя вышла из-под кровати чернушка и взлетела к нему на постель. Ах, здравствуй, чернушка, скричал он вне себя от радости. Я боялся, что ты никогда больше не придешь, и я тебя не увижу. Здорово ли ты? Здорово, отвечала курочка, но чуть было не заболело по твоей милости. Как это, чернушка, спросил Алеша, испугавшись. Ты добрый мальчик, продолжала курочка, но при том ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо. Вчера я говорил о тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек. Несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтоб не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей, и я на силу с ними справилась. Виноват, любезная чернушка, впредь не буду. Пожалуйста, поведи меня сегодня туда, ты увидишь, что я буду послушен. Хорошо, сказала курочка. Увидим. Курочка закудахтала, как накануне, и те же самые свечки явились в тех же самых серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицею. Опять вошли они в покой старушек, но в этот раз он уже ни до чего не дотрагивался. Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки голландки так же, как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами. Серая кошка опять умывалась лапками. На уборном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою, но он помнил приказание чернушки и прошел не останавливаясь. Однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки такчас соскочили со стола и побежали за ним, все кивая головою. Чуть-чуть он не остановился, так они показались ему забавными такими. Но чернушка облинулась на него с сердитым видом и он напомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места. Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах и опять, когда приблизились они к двери из желтой меди, два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне. Они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копья. Чернушка сделалась большую, нахохлилась, но только что ударила их крыльями, так они рассыпались сразу на части. И Алеша увидел, что то были просто-напросто пустые латы. Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли дальше. Немного погодя, вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукой до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Тут чернушка оставила Алешу. «Побудь здесь немного», сказала она ему, «я скоро приду назад, сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куколкам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы. После сего чернушка вышла из залы. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из лабрадора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы под зеленым балдахином на возвышенном месте стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что все было в самом маленьком виде, как будто для маленьких кукол. Между тем, как он с любопытством все рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им незамеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более, как сколоршина, в нарядных разноцветных платьях, вид их был важен, иные по одеянию казались военными, другие гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы, наподобие испанских. Они не замечали Алешу, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили. Долго смотрел он на них молча, и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы. Все замолкли, встали к стенам в два ряда и сняли шляпы. В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошел в зал человек с величественной осанкою, на голове свинцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышием мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях. Алеша тотчас догадался, что это должно быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон поклоном ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подлини его рыцарей, который подошел к Алеше, объявил ему, чтобы он приблизился к креслам. Алеша повиновался. Мне давно было известно, сказал король, что ты добрый мальчик. Но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и за это заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти. Когда? спросил Алеша с удивлением. Третьего дня на дворе отвечал король. Вот тот, который обязан тебе жизнью. Алеша взглянул на того, на которого указывал король. И тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху зубчиками, надетая немного на бок, а на шее был платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал. Сколько для Алеши не было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду, и потому сделал низкий поклон, спросил, сказал, господин король, я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал, третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которая не любила кухарка ее, за то, что та не снесла ни одного яйца, что ты говоришь, прервал его с гневом король, мой министр не курица, а заслуженный чиновник. Тут подошел министр поближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит. Скажи мне, чего ты желаешь, продолжал король, если я в силах, то непременно исполню твое требование. Продолжение следует... ... ...